В дни Ирода царя Иудейского Когда в порядке своей череды он исполнял обязанности священника перед Богом, по обычаю священства ему выпал жеребий, войдя в храм, воскурить ладан. И все множество народа молилось вне храма во время кождения. И явился ему ангел Господен, стоя справа у кадильного жертвенника. И увидев его, Захаре смутился и страх охватил его. Но ангел сказал ему, «Не бойся, Захаре, так как услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь имя ему Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие возрадуются рождению его, ибо он станет великим перед Господом, и вина и хмельва напитка не будет пить, и исполнится Духом Святым еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к их Господу Богу, ибо он будет идти перед ними в духе и силы Илии, чтобы обратить сердца отцов к детям, а непокорных к пониманию праведных, представляя Господу народ подготовленный». И сказал Захаре ангелу, «Как я узнаю об этом? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». И ангел сказал ему в ответ, «Я, Гавриил, предстоящий перед Богом, и послан говорить с тобой и благовестить тебе это. И вот ты будешь молчать и не сможешь говорить до того дня, пока не сбудется это, за то, что не поверил моим словам, которые исполнятся в свое время». А народ ожидал Захарию и удивлялся его промедлению в храме. Он же, выйдя, не смог заговорить с ними, и они поняли, что он видел видение в храме. И он подавал им знаки, но оставался нем. А когда миновали дни его служения, он возвратился в свой дом. И после тех дней зачала Елизавета жена его и таилась месяцев пять, говоря, «Так сотворил мне Господь в дни, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня позор среди людей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok